Приветствую, братья и сёстры. Братья, вы можете чуть-чуть отключить микрофон? Я ближе просто хочу. Спасибо. Давайте откроем 12 глава Бытие, 12 глава Бытие, 1 и 2 стих. Прочитаем 1 и 2 стих, 12 глава Бытие, 1 и 2 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». Сегодняшняя тема, которую я бы хотел предложить для размышления, чтобы мы могли размышлять и могли исполнить это в свою жизнь, воплотить это в свою жизнь, быть благословением. Сегодняшняя тема – быть благословением. Для того, чтобы нам легче было как-то размышлять и над этой темой, я думаю, что логично будет ответить на один вопрос, что такое благословение, или понять, что такое благословение. Для того, чтобы быть благословением, нужно первое – понять, что такое благословение. Итак, первое значение – это словословие, которое человек возносит к Богу. В принципе, мы в это слово, которое мы видим, благословение, которое мы слышим, в этом слове есть, как бы мы можем понять, о чем идет речь. Благое слово, что-то хорошее слово. Ну, если мы видим в Библии, читаем Библию, видим, что благословение – вот это слово, и когда мы молимся, в этом слове мы намного больше, как бы значение его расширяется, в плане того, что когда мы благословляем кого-то, или просим Бога, чтобы Бог благословил нас, мы как бы в это слово влаживаем все. Самое лучшее. Когда мы благословляем кого-то, мы желаем ему самого лучшего. Мы желаем ему благополучия, мы желаем ему охраны Божьей. Мы можем увидеть в Писании, и даже примером мы сегодня будем читать, это место Писания, когда Иосиф был в рабстве у дома Патифара, и Бог благословил весь дом. И все, все благословил своей охраной, материально, физически он благословил. Поэтому это слово, когда мы очень часто его используем, простите, очень часто используем в молитве. Это слово становится ключевым в наших молитвах. Мы очень часто используем, просим, чтобы Бог благословил нас, благословил день, который начинается. Мы хотим, чтобы все начиналось с благословением, чтобы наши семьи имело благословение. Цель проповеди, чтобы мы не только молились о благословении, но и молились о том, чтобы быть благословением. Размышлять о том, чтобы не только просить благословения, но и быть этим благословением. Давайте прочитаем еще раз первый стих 12 главы. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю которой я укажу Тебе». Итак, я бы хотел предложить для того, чтобы мы могли понять, как мы можем быть благословением для других, предложить два вопроса, два вопроса, на которые я постараюсь дать ответ для того, чтобы понимать, как я могу быть благословением, как мы можем быть благословением. Итак, первый вопрос. Как я могу быть благословением? Как это практично? И второй вопрос. Почему это важно? Почему я должен быть благословением для кого-то или для других, или для окружающих? Итак, первый вопрос. «Как я могу быть благословением для других?» Мы прочитали первый стих, когда первое повеление дает Бог Аврааму для того, чтобы он оставил дом отца своего, оставил все и шел за Богом. Произошла перемена, переезд. Я думаю, что для каждого из нас, кто находится тут, для большинства из нас знакомо вот это слово «переезд» или «переезжать с другой страны в одну страну в другую». В августе нам исполнилось два года, как мы в Америке. Я переехал со своей семьей, мы уже два года тут живем. На самом деле, переехать в другую страну – это на самом деле перемена. Потому что ты вырос в какой-то стране, ты привык к этой культуре, у тебя есть друзья, родственники, ты окружен, у тебя есть определенный комфорт. И когда ты переезжаешь в другую страну, ты сталкиваешься с разными трудностями, разными барьерами, язык, культура, и это влияет на тебя. И сталкиваешься с разными вопросами, у тебя появляется новый опыт, и это производит перемена. Это что-то меняется в твоей жизни. Вот этой переменой я бы хотел сравнивать с той переменой, которая произошла в нашей жизни. Я думаю, что каждый верующий человек помнит ту перемену, которую Бог произвел в его жизни. В моей жизни это было, когда мне 18,5 лет. Бог явил себя, показал себя, и я понял, что мне нужно менять свою жизнь. Мне нужно что-то менять для того, чтобы я не хотел жить так, как раньше. Я понял, что есть что-то другое. И я покаялся. Вот именно перемена, о которой я хочу говорить, о том, что должна произойти перемена. Для того, чтобы ты был благословением для кого-то, должно быть перемена в твоей жизни. Должна быть эта перемена. Я думаю, что каждый помнит, когда в нашей жизни мы не знали Бога. Я до 18 лет не знал Бога и жил, как все жили, как все молодые люди, мои друзья. Мы посещали разные заведения. Моя жизнь была далека от Бога. Тогда, когда Христос явил себя, явил в мою жизнь, я понял, что я должен принять Его жертву. Моя жизнь поменялась. Мое мировоззрение, мое мышление, мое поведение, все поменялось в моей жизни. Должна произойти перемена жизни для того, чтобы быть благословением. Для того, чтобы быть благословением, нужна перемена. Я помню, как моя жизнь поменялась. Я начал посещать церковь. И спустя полгода после моего покаяния, может меньше, может больше, не знаю точно, я готовился на вечернее собрание, в воскресенье вечернее собрание. И мне приходилось где-то от своего дома, я вырос в селе, где-то от своего дома к церкви, где-то полчаса ходьбы. Потому что в селе нет маршруток, нет машин, особо не у всех есть, мало машин. Поэтому мне приходилось идти пешком в церкви. Вот я и шел пешком в церкви, я встретил своего знакомого, друга неверующего, которые не виделись где-то год, полгода. Потому что я уже не общался с ними, потому что я не мог пребывать в том обществе. Потому что я понял, что я не могу так поступать, как раньше. У меня поменялось мое мышление, мое направление. Я начал поступать по-другому. Я начал общаться со своим другом, со своим знакомым. И начали спрашивать, как дела, как ты живешь. Он спросил, как у меня дела. Мы общаемся, и я вижу, как он так остановился и посмотрел так серьезно на меня. Я еще не видел никогда его таким, не видел его такое удивленное лицо. Он посмотрел так на меня и сказал, ты поменялся. Знаете, я понял тогда, что он уже не видел того человека, который он знал. Он видел другого человека. Того иона, который до встречи со Христом уже нету, есть новое творение. Должно произойти рождение свыше. Должно быть новое сердце. Должен Бог забрать это каменное сердце и дать что-то новое для того, чтобы быть благословением. Итак, как я могу быть благословением для других? Нужна перемена жизни. Нужно покаяние для того, чтобы быть благословением для других. Это первое. Второе. Как я могу быть благословением для других? Только с Богом. Давайте откроем Бытье, 39 глава, знакомое нам место, история. 39 глава Бытье, 2 и 5 стих прочитаем. 2 и 5 стих. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». И 5 стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господня над всем, что он имел в доме и в поле». Так же самое, как и большинство из нас, Иосиф находился в чужой стране, не по своей воле. Может быть, мы захотели приехать в Америку, это была наша воля, но Иосиф был в чужой стране, не по своей воле, далеко от своих родных и близких. Никто его не мог защитить, не было отца, который мог бы заступиться за него, он остался один. Я думаю, что именно тогда он понял, что у него не осталось никого, только один Бог. Он понял, что только один Бог есть у него. Иногда в нашей жизни бывают такие ситуации, когда уже опустились руки, нету помощи, нету никому решить наши проблемы. Мы остались одни, и мы понимаем, осознаем, что остался только Бог. Только Бог может решить эту проблему. Я думаю, что Иосиф был в сложнейшей ситуации. Он не знал языка, он был в чужой стране, он был рабом. Но при этом он понимал, что есть Бог. Второе, только с Богом мы можем быть благословением. Когда Бог с нами, мы становимся благословением для других. Только с Богом мы можем быть благословением, потому что Он является источником благословения. Первое, должна быть перемена жизни. А второе, я должен пребывать в отношении, в общении с Богом. Я называю вас друзьями, если вы исполняете мои заповеди, говорит Иисус. Если мы ищем Бога, ищем общение с Ним, Он тогда будет с нами, и мы будем благословением для других. Итак, как я могу быть благословением? Первое, это перемена жизни. И второе, только с Богом. Только так я могу быть благословением для других. Второй вопрос. Почему я должен быть благословением для других? Почему важно отвечать на этот вопрос? Почему я должен? Очень часто, когда, может быть, вы вспоминаете себя или, может быть, своих детей, когда вы говорите им, и они отвечают, почему? Почему я должен это делать? Почему? Очень часто в нашей жизни есть вот этот вопрос, почему? И когда мы отвечаем на этот вопрос, нам становится легче исполнять это, потому что мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы понимаем, почему. Поэтому второй вопрос, для того, чтобы нам было понятно и важно, и мы поняли важность того, чтобы не только просить благословения, но и быть этим благословением. Поэтому давайте ищем ответа именно на второй вопрос. Почему я должен быть благословением? Если прочитаем второй стих, конец второго стиха, 12 главы Бытие, «И будешь ты в благословении». На самом деле в языке оригинала звучат именно эти слова по-другому. Они не звучат как предсказание, как что-то в будущем, Аврааму то, что он будет благословением. Но они звучат «будь благословен», «будь благословением» в повелительной форме. Это повеление, это второе повеление, которое Бог дает Аврааму. Первое – выйди из дома Отца твоего, и второе – будь благословением. Почему это важно? Потому что это повеление. Мы, как дети Божьи, мы должны обращать внимание на повеление Божие. Так как мы, я являюсь родителем, у меня еще маленькие дети, и я тоже стараюсь их что-то, давать какие-то задания. И мне важно, чтобы они это делали, потому что это важно и для них, и для того, чтобы в доме был какой-то порядок. Когда они играются, я говорю им, вам нужно, если вы закончили, вам нужно убрать за собой. И мне приятно и важно, когда они исполняют это. Божье повеление также Бог желает от нас исполнения Его повелений. Он желает, чтобы мы обращали внимание на Его повелений и исполняли. Итак, почему это важно быть благословением для других? Потому что это Божье повеление. Второе. Почему это важно быть благословением для других? Потому что мы призваны благословлять. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. Не воздавайте злом за злом или ругательство за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Мы уже другие. У нас есть перемена. Мы не от мира сего. Мы уже не должны поступать, как поступают люди в этом мире. Я помню, как до встречи со Христом одно слово, а кто-то скажет, ты отвечаешь другим словом. От какого-то пустяка люди дрались просто из-за какого-то слова. А Бог учит по-другому. Побеждай зло добром. Бог что-то показывает другую сторону. Он хочет, чтобы мы были благословением в этом направлении. Чтобы мы искали быть благословением, а не наоборот, чтобы от нас разгорался какой-то раздор или от нас исходил какие-то ответы на зло, которые людям нам дают. Но дать возможность, чтобы Бог это решал. И чтобы мы искали быть благословением. И тут в этом стихе 1 Петра 3 глава 9 стих в конце, чтобы наследовать благословение. Если мы будем, мы будем жертвовать собой, мы будем наследники благословения. Итак, первое. Почему это важно? Потому что это повеление Божие. Почему это важно? Потому что мы призваны. Это наше призвание. Очень часто каждый из нас ищет, какое мое призвание. Что я должен делать? Какое мое призвание? Какой мой дар? Я думаю, что надо, можно начинать с того, чтобы быть благословением для окружающих. Бог призывает нас. Это наше призвание. Начинать с этого. Быть благословением для окружающих. Третье. Почему я должен быть благословением для других? Потому что Бог является благословением для нас. Если мы прочитаем Галатам 3 глава 16 стих. «Но Авраму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном и семени твоему, который есть Христос». Если мы откроем назад 12 глава Бытье и прочитаем 3 стих, в конце 3 стиха «И благословятся в тебе все племена земные». Я думаю, что это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Ты и я благословился в Иисусе Христе. Бог оставил небо и явил себя в образе человека для того, чтобы быть благословением для тебя и меня. Он является примером для подражания. Он стал благословением для тебя и меня. Поэтому мы, как дети Божьи, должны подражать Ему. Нам приятно видеть, как наши дети подражают нам. Самая младшая моя дочь, ей 2 года, она еще не умеет разговаривать, но когда мы молимся, она уже слаживает руки и тоже молится. Она еще не умеет разговаривать, но это приятно видеть, как она подражает. Я думаю, что Богу также приятно видеть, как мы подражаем Ему. Это Его качество. Он является благословением. Поэтому Он желает, чтобы мы подражали Ему и тоже были благословением. И последнее, четвертое. Почему я должен быть благословением для других? Потому что Бог дает обетование. Я размышлял об этой теме и осознаю, что мне очень много еще нужно работать над собой для того, чтобы быть благословением. На самом деле быть благословением – это жертва. Это жертва. Нужно жертвовать своим временем, своим комфортом для того, чтобы сделать кому-то что-то хорошее, быть для кого-то благословением. Но принцип Божий работает так, что ты отдаешь и больше получаешь. Ты больше получаешь. Бог дает обетование, дает обещание, что Он будет благословять тебя. Ты будешь наследником благословений, мы читали в 1 Петра. Бог дает намного больше, чем мы можем дать. Если мы будем жертвовать, Бог даст намного больше. Представьте себе, если вы будете благословением для своих детей. Я прихожу с работы, когда вечером уставший. Мое желание – это чтобы просто закрыться в комнате, чтобы меня никто не трогал, потому что я устал, и чтобы просто отдохнуть. Я прихожу домой, у меня трое маленьких детей, и они не видели, целый день не видели меня. И они, их желание, чтобы побыть со мной, час провести время со мной. И для них это благословенное время. Я становлюсь благословением для них, потому что я влаживаю в отношения. Когда я буду с ними проводить время, я как отец для них буду благословением, мои отношения будут правильные. Если вы помните, в субботу вечером говорилось о отношении между родителями и детьми. Это важно. И когда этот ребенок вырастет, он вырастет, и он будет искать воли Божьей в своей жизни. Он будет искать, исполнять заповеди Божьи, он будет благословением. Вы будете больше получать от этого, чем вы отдали. Может быть, вы отдали час, час в день, или какой-то проявились жертвы для того, чтобы провести время со своими детьми, для того, чтобы быть благословением, показать им пример, показать им Бога. По сути, быть благословением для окружающей – это показать Бога в себе. Показать Бога в себе, потому что только Он является источником благословения. Итак, почему я должен быть благословением? Потому что Бог дает обетование. Я жертвую, но Бог дает больше. Он больше меня благословяет, чем я кого-то благословляю. Бог больше дает, если мы будем искать быть благословением для других. Бог будет благословять и нас. Итак, хотел бы оставить вам несколько вопросов для размышлений. Являюсь ли я благословением для своей семьи в отношении с родителями, в отношении мужа с женой, жена с мужем, в отношении с детьми? Являюсь ли я благословением? Являюсь ли я благословением в школе, в университете, там, где я учусь? Являюсь ли я благословением? Являюсь ли я благословением на работе или в городе, где я живу? Являюсь ли я благословением в церкви? Пусть Бог благословит, чтобы вы были благословением для других. Аминь. Давайте помолимся.